Привет, Кавер Проджект! Меня зовут Полина Пиццан, я основательница архитектурного бюро Полина Пиццан и Полина Пиццан Мейзон. Сегодня я расскажу вам о проекте, который спроектировал наше бюро в новом доме в центре Москвы. Эту квартиру мы проектировали для состоявшейся, успешной женщины, которая решила себе сделать такой роскошный подарок — 160 метров для одной себя. Для нас, как архитекторов, это стало тоже роскошным подарком, когда не нужно проектировать множество комнат, а можно сосредоточиться на главном. Еще до начала проекта у нашей клиентки была своя коллекция живописи и японской графики и скульптуры, что послужило хорошей основой для формирования интерьера. Так, например, в кабинете нашей клиентки мотивы японской графики повлияли на выбор обивок кресел и отделок светильников. Другим интересным пожеланием нашей клиентки были современные высокие технологии — это умный дом, это интеграция телевизионных панелей с подъемными механизмами, это полностью цифровизация всего наполнения квартиры. Создавая наши интерьеры, мы в первую очередь думаем о комфорте для наших клиентов и, конечно, учитываем все пожелания их ежедневной жизни. Очень важно продумать в кабинете место для принтера, для хранения бумаг, место для чтения, чтобы был удобный пуф для ног, везде была правильная подсветка. То есть все эти мелочи, они в процессе проектирования очень тщательно прорабатываются и продумываются. Площадь квартиры 160 метров и, попадая в холл красивой прямой формы, из холла мы попадаем в гардеробную для верхней одежды и постирочную. Через двойные распашные двери мы попадаем в большую гостиную, совмещенную с кухней. В эркере поместился небольшой столик для завтрака, здесь размещена сама кухня со встроенной колонной с техникой. И мы интегрировали технику так, что панелями скрыли вент-каналы. Получается, что кажется, что у нас единые панели по всей длине этой стены. В кухне есть также остров с варочной поверхностью и интегрированной вытяжкой. Здесь размещена стена с как раз таки выезжающим телевизором, две библиотеки, пианино и диванная группа. Из гостиной мы попадаем в большой мастер-блок, который состоит из спальни с камином с выходом на террасу, большой гардеробной и мастер-ванной. Наша ванна получилась по-настоящему роскошной. Ее площадь 20 метров. Здесь разместился большой просторный душ, ванная, шкафчики для косметики и большая тумба с раковиной. Мы придумали такое практичное решение и защитили мраморным фартуком, который по высоте совпадает с высотой шкафов. Зона спальни у нас необычной формы. У нее нет одного угла, но тем не менее за счет большого окна она кажется очень светлой и просторной. У всех дизайнеров и архитекторов телевизор в гостиной всегда головная боль, потому что это большой экран, а наша клиентка хотела экран 85-й диагонали. Соответственно, в гостиной было бы огромное черное пятно, но вместе с нашей клиенткой мы нашли решение, как интегрировать телевизор с подъемным механизмом в очень интересную столярную панель с использованием шпона, латуни и селенита. И теперь при нажатии одной кнопки выдвигается телевизор, а когда не хочется его видеть, то он спрятан и это полностью интерьерное решение. Наличие телевизора в спальне тоже было обязательным условием, но не хотелось вешать его на стену, потому что наша спальня, она немножко неправильной формы, у нее нет одного угла. И мы решили, что телевизор будет выезжать из тумбы, которая будет стоять у изножья кровати. Поэтому в дневное время эта тумба может служить плоскостью, на которую можно что-то положить, поставить. А вечером, когда хочется посмотреть телевизор, опять же, выезжает очень удобно, экран также спускается обратно. Наше бюро известно проектами в стиле американской классики и современного ордеко. Именно с таким запросом и пришла наша заказчица. Но в процессе общения мы предложили ей немного пойти в сторону современных решений. То есть оставить канву и базу и ДНК бюро, но привнести туда новые современные мотивы. Это диваны с обтекаемой формой, современный свет, ковры, ткани. И перевести немножко интерьер в более светлую гамму. Когда я в первый раз попала в эту квартиру, мне сразу бросилась в глаза огромная высота потолков. Но которая была не только в своем объеме, но еще за счет пирога пола, который составлял порядка 35 сантиметров. Конечно, все заказчики любят, чтобы в их квартирах не было никаких ступеней. Но здесь мне настолько хотелось сохранить эту потрясающую высоту, что я предложила сделать ступень всего лишь одну на входе. Но за счет этого мы всю квартиру получали с высотой почти 3,50. А это, мне кажется, сразу придает любому пространству дополнительный объем. Нам очень хотелось сохранить масштаб пространства, и мы решили объединить кухню с зоной гостиной, за счет чего придать ей еще больший объем. Помимо дизайна интерьера, наше бюро выпускает собственную коллекцию мебели «Полина Пиццан Мейзон». И в этом проекте использованы многие решения из нашей коллекции. Еще одной приятной особенностью этой квартиры стал настоящий действующий камин в зоне спальни. И мы разработали каминный портал из мрамора «Калаката Ора» с латунной топкой. Также для этого проекта мы разработали роскошный обеденный стол с такой интересной бронзовой ногой в шпоне коту набранным лучами. Рядом в гостиной есть кофейный столик. Он тоже из нашей коллекции, но в более низком варианте. Но так как заказчица много рисует, читает, работает с альбомами, и она попросила его сделать повыше, что, на мой взгляд, никак не испортило интерьер. В этом проекте удалось реализовать давнюю мечту и сделать по-настоящему роскошный холл, потому что он у нас большой, квадратной формы, с высокими потолками. И разместить по центру красивый стол для вазы с цветами. И украшает этот холл очень необычной люстрой из латуни с горным хрусталем. И сначала она не вызвала такого дикого восторга у нашей клиентки, но впоследствии, когда интерьер уже подсобрался, она и очень полюбилась. Меня, как дизайнера, часто спрашивают, как создать интерьер, который со временем не устареет. Могу дать три основных совета. Первое – это пропорции интерьера и симметрия. Создавайте пространство, которое будет гармоничным и симметричным. Второе – это использовать мягкую палитру в интерьере. И третье – всегда использовать качественные материалы и ткани. Для нашей команды главной наградой в конце проекта – это, конечно, эмоции наших заказчиков. Потому что они непосредственно тоже принимали участие в создании проекта для себя, доверяли своей инвестиции, доверяли свое самое сокровенное. И мы, реализовав все их мечты, взамен получаем эмоции, как нам в этом проекте заказчица сказала после того, как она переехала, что как будто бы она в этой квартире всю жизнь и жила, что настолько все откликается ей, настолько ей все нравится, подходит комфортно, удобно. Но, наверное, для нас это наивысшая похвала как результат нашей работы. Счастливый клиент!